Как правильно стирать шторы вручную? Хотя современные хозяйки не очень любят стирать руками, в случае со шторами им все-таки может понадобиться это давно забытый навык. Ведь если ваши портьеры сшиты из мара или шелка, то машинная стирка может очень сильно повредить их структуру. Такие изделия не очень хорошо переносят механическое воздействие, поэтому будет лучше если вы аккуратно избавите их от пыли и просто прополощите в мыльной воде. Правило ручной стирки – стирайте занавески в максимально большом количестве воды. Если вы положите большую штору в маленькую емкость, то это не позволит вам качественно избавиться от грязи перед основным процессом. В стирке обязательно пропылесосьте гардины при помощи щетки с мягкой щетиной, а затем хотя бы на пару часов замочите в мыльном растворе. Ни в коем случае не сыпьте порошок непосредственно на шторы. Такие действия не позволят вам их хорошо выполоскать и в итоге после высыхания на занавесках могут остаться разводы отжимать шторы тоже нежелательно. Очень сильное механическое воздействие может растянуть нити ткани и это приведет к деформации изделия. Как постирать шторы в стиральной машинке, на каком режиме? Машинка автомата очень сильно облегчает жизнь домохозяйкам, ведь им не надо стоять и часами вручную стирать одежду и вещи домашнего обихода. Но иногда, казалось бы, банальная стирка штор заканчивается довольно плачевным результатом. Чаще всего это случается из-за того, что женщины не совсем правильно подбирают режим стирки. Если вы хотите избежать подобных проблем, тогда всегда стирайте шторы на деликатном режиме при температуре 30-40 градусов. Правила стирки в машинке – ни в коем случае не перегружайте барабан. Это приведет к снижению качества стирки, а также может повредить самим штором перед стиркой. Обязательно отсортируйте гардины по цвету и типу ткани. Если вы хотите добиться идеальной чистоты, тогда всегда стирайте отдельно шторы, сделанные из натуральных и синтетических материалов. Используйте для стирки жидкие порошки. Они быстрее растворяются и лучше выполаскиваются из ткани. Если вы решили использовать обычный порошок, то сначала разведите его. Води уже в жидком виде, добавьте его в машинку. В случае, если шторы очень грязные, тогда для начала прополощите их в тазу с мыльной водой. Только после этого закладывайте их в барабан машинки, как стирать рулонные шторы на пластиковые окна. Покупая рулонные шторы для пластиковых окон, всегда уточняйте, из какого материала они сделаны. В случае, если их сшили из материала, который был обработан грязеотталкивающей пропиткой, то стирать их в прямом смысле этого слова вам не надо будет. Если вы будете хотя бы один раз в неделю проходиться по ним пылесосам, то они как минимум три месяца, они не будут нуждаться во влажной уборке. Рекомендации по стирке рулонных штор для пластиковых окон. Слегка подогрейте воду и растворите в ней любой жидкий порошок. Взбейте все это в стойкую пену и при помощи губки или мягкой тряпочки нанесите на рулонные шторы легкими движениями портите портьеру, а затем при помощи другой тряпки, смоченной в чистой воде, тщательно удалите с поверхности остатки моющего средства. Как стирать рулонные шторы из ткани? В отличие от предыдущих этот вид рулонных штор более удобен в использовании, поэтому домохозяйки могут стирать их более традиционным способом. В этом случае вам будет легче стирать портьеры, так как вы сможете снять их с окна и постирать их в ванной или большом тазу. Итак, наберите в ванну немного воды и растворите в ней любое моющее средство, снимите с окна рулонные шторы и аккуратно погрузите их в мыльный раствор, затем возьмите губку или щетку с мягкой щетиной и плавными круговыми движениями потрите поверхность изделия. Если после этой процедуры на портьерах остались пятна, тогда попробуйте от них избавиться при помощи специальных средств, сделанных. На натуральной основе в конце обязательно максимально тщательно прополощите полотно у гардины в чистой, слегка подогретой воде. Дайте им немного стечь, а затем просушите на максимально ровной поверхности, как стирать римские шторы. Сразу же хочется сказать, что, хотя римские шторы можно стирать в машинке, прибегать этому процессу надо крайне редко. Такие изделия не очень любят сильное механическое воздействие, поэтому по возможности приводите их в порядок при помощи сухой чистки. Правила стирки римских штор Для начала снимите портьеры с окна и аккуратно достаньте из них рейки, которые находятся внутри ткани. Подогрейте воду, она не должна быть очень горячей и добавьте в нее порошок, моющие средства, которые вы будете использовать. Для стирки штор должно быть максимально щадящим и по возможности с нейтральным п. Аж замочите в мыльном растворе шторы и оставьте их в нем приблизительно на час, затем проведите стандартную ручную стирку и Прополощите их в чистой воде как минимум два раза, как стирать шторы с люверсами. Если вы хотите, чтобы шторы с люверсами прослужили вам максимально долго, тогда покупайте изделия, сделанные из самых качественных материалов. В таких занавесках немаловажную роль играют именно люверсы. Очень часто от их качества зависит долговечность изделий. Правильные изделия не должны покрываться ржавчиной, линять и деформироваться. Если вы не хотите рисовать, тогда покупайте гардины с пластмассовыми люверсами. Они стоят намного дешевле железных и самое приятное довольно легко снимаются. Рекомендации по стирке штор с люверсами. При помощи пылесоса избавьте занавески от пыли и снимите их с карниза, если есть возможность обязательно снимите люверсы из теплой воды и жидкого порошка. Приготовьте раствор с плотной пеной, опустите в него гординой и дайте им полежать в воде буквально 15 минут. По истечении этого времени аккуратно простирайте портьеры и прополощите их в чистой воде. Если они сделаны из мнущей гася материала, тогда отожмите их и сушите стандартным образом. В любом случае, если они сшиты из мнущейся ткани, дайте им стечь, прикрепите на место люверсы и еще влажными. Верните на окно, как стирать нитяные шторы. Нитяные шторы представляют собой каскад плетеных нитей, надежно прикрепленных к довольно плотной тесьме. Понятное дело, что постирать в такой изделии стандартным образом вряд ли получится. Если вы просто положите его в таз и начнете прижимать руками, то попросту запутайте нити и в итоге вам придется выкинуть свои занавески. Поэтому если вы хотите обезопасить себя от таких проблем, тогда постарайтесь максимально хорошо зафиксировать нити и только потом отправляйте шторы в стирку. Итак, заплетите нити штор в косичку и снимите их с карниза, легонько стряхните изделие, так вы частично избавитесь от пыли. А затем положите его в мешочек и хорошенечко его завяжите. Отправьте эту заготовку в барабан машины и добавьте в специальный лоток любой жидкий порошок, выставьте температуру 30 градусов, деликатный режим стирки и нажмите кнопку пуск от машинного отжима. В этом случае лучше отказаться и дать гардинам стичь естественным путем, как стирать нитиные шторы со стеклярусом. Стеклярус это не что иное, как бусы из стекла, нанизанные на нити, поэтому даже думать о машина стирки в этом случае не надо. Так как стекло вовремя стирки будет ударяться об стенки барабана, то как бы вы надежно не закрепляли нити, вероятность их повреждения все равно никуда не денется. По этой причине шторы со стеклярусом надо стирать исключительно вручную. Основные правила стирки Перевяжите нити плотной тесьмой и снимите их с окна, подогрейте воду и растворите вне стиральной Порошок опустите в мильный раствор гардины и аккуратно потрите их губкой или щеткой, слейте грязную воду и прополощите изделие Под проточной водой дайте ему полностью стечь и верните на карниз, как стирать шторы и блэкаут Светонепроницаемые шторы относят к тем изделиям, которые не боятся ни ручной и машинной стирки Единственное, что вы должны учитывать, это их свет Если ваши портьеры имеют довольно темный окрас, тогда не используйте для их очистки порошки с отбеливающим эффектом Правила стирки Штор блэкаут Снимите шторы с окна и вытряхните из них лишнюю пыль, положите их в машинку автомату и выставьте Деликатный режим при температуре 40 градусов после стирки просушите их на свежем воздухе, а затем проглотите и верните на карниз В случае если ваше изделие запрещено гладить, тогда не ждите пока оно высохнет, а прямо влажными возвращайте на окно, как стирать белые шторы Рекомендации по стирке Снимите гардина с карнизу и вытряхните из них пыль, замочите их в солевом растворе на 2-4 часа По истечении этого времени достаньте занавески из таза, сложите их в аккуратный прямоугольник и отправьте в барабан машинки Добавьте в стиралку гель для белых вещей, выставьте ее на режим ручной стирки и включите машинку после окончания стирки вновь Положите изделие в соленую воду, но на это раз ограничитесь одним часом, затем аккуратно их отожмите и просушите на свежем воздухе Как стирать шторы из органзы? Органза довольно тонкий и нежный материал, поэтому стирать ее надо максимально деликатно Будет лучше, если вы сделаете это руками с применением щадящих моющих средств Также учитывайте то, что стирка должна проходить практически без какого-либо механического воздействия Добиться хорошего результата можно следующими действиями Подогрейте воду до 30 градусов и растворите в ней стиральный порошок Замочите в этой жидкости шторы и оставьте их в ней на полчаса, затем слейте грязную воду, вновь приготовьте мыльный раствор И положите в него портьеры из органзы, повторяйте процедуру замачивания, пока вода не станет прозрачной После этого прополощите Занавески в теплой воде дайте стечь лишней воде, если во время стирки ткани изделия сильно помялось, тогда прогладьте ее утюгом С вертикальным отпаривателем или проведи процедуру стандартным образом Просто положите на гординный кусок хлопчатобумажной ткани, как стирать льняные шторы Шторы изольна считаются самыми неприхотливыми, поэтому они хорошо переносят как вручную, так и машинную стирку Единственное, чего они не любят, это хлор Если вы будете использовать для стирки хлоросодержащие средства, то они достаточно быстро истончат не тельниных гордин, и они попросту разорвутся Поэтому если вам надо отбелить такие изделия, тогда используйте для этого современный кислородный отбеливатель Он не хуже хлоросвежит цвет занавесок, но сделает это без ущерба внешнему виду Простые советы Стирать льняные шторы можно и в машинке, но делать это нужно в режиме ручной стирки и при температуре 35 градусов Ручная стирка тоже должна проходить при щадящих температурных показателях, в этом случае порошок может быть заменен хозяйственным Мылом, если будет использовать пятновыводитель, тогда сначала протестируйте его где-нибудь в уголке и только потом наносите его На пятна отжимать льняные шторы не надо Это приведет к тому, что они очень сильно изомнутся Также очень внимательно следите за тем, чтобы они не пересохли Если вы снимите их с веревки полностью сухими, то на глажку потратите у ему времени, как стирать бархатные шторы Если вы не можете решить, как стирать бархатные шторы, тогда просто посмотрите, на какой основе они изготовлены Если в ней очень много синтетических нитей, тогда приводите их в порядок в машинке-автомате В случае, если основа сделана из натуральной ткани, ограничитесь ручной стиркой Правило стирка бархатных портьер Температурные показатели воды не должны превышать 30 градусов Изделие из бархата запрещено Выжимать в центрифуге, сушить бархатные шторы можно только в полностью расправленном виде Если хотите быстрее избавиться от воды, тогда заверните гардины в чистое махровое полотенце и слегка его прокрутите Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...